Микс Ньюс Радио Болтком по пятницам после шести вечера Добрый вечер, в эфире Радио Болтком, Лена Лукьянова Келли Писпани, звукорежиссер Родион Золотарев Мы сегодня говорим не на самую простую, но на самую важную тему Одна из самых больших, по нашему, по общему мнению, несправедливости Это одинокие, брошенные, зачастую ненужные никому дети Как решиться на усыновление ребенка из детдома Какую форму опекунства выбрать Насколько это сложный процесс, с какими трудностями сталкиваются и приемные родители, и дети Мы задали опрос на сайте Радио Болтком Хотели бы вы усыновить ребенка На данный момент расклад таков 30% опрошенных и проголосовавших хотели бы 70% не хотели бы По скайпу мы сегодня поговорим со Светланой Строгановой Руководителем программы «Семья» благотворительного фонда «Арифметика добра» Приемная мама Светлана, добрый день Добрый день И по телефону у нас Женя Беркович, режиссерка, опекунша, сегодня пролежавшая под капельницей, но готовая к бою Женя, привет Здрасте Ну, наверное, к Светлане первый вопрос Свет, вы много лет занимаетесь этим У вас в семье приемные дети Насколько это сложно? Насколько тяжело пойти на этот шаг, решиться? И с чем потом сталкивается семья, приемная семья? Ну, тут можно сказать, что история, она такая, с двух сторон как бы сложная, да? Насколько сложно решиться, это у каждого человека есть какие-то свои страхи И самый большой страх, с которым я сталкивалась, ну, не только у себя, а и у многих людей Это вопрос о генетике, да? Что будет, потому что вот, что вырастет-то? Да, но я могу так сказать, ну, потому что больше всего кто боится, вырастет, начнет там пить, курить, гулять И вот это все, когда я 10 лет назад озвучила многим своим знакомым решение о том, что вот я стану приемной мамой И возьму ребенка Один мой знакомый, ну, первая же его реакция была, что ну, ты, конечно, молодец Ну, вот я знаю одну историю, когда вот девочку взяли, она выросла и потом в 15 лет зарезала своих родителей Вот, но вообще ты молодец, вот так То есть я сейчас уже обычно я на это отвечаю, что, ну, ребят, если бы у нас пили, курили, тырили по карманам только приемные дети, да? То мы бы давно, ну, в раю бы уже жили Вот, поэтому с одной стороны это страхи родителей, а что будет со здоровьем, а что будет с генетикой, а что будет с поведением С другой стороны, это действительно некие внешние обстоятельства И что будет, как собрать документы, где найти ребенка, где получить помощь Будет ли какое-то противодействие со стороны органов власти Потому что это тут тоже очень много мифов, начиная от того, что это все стоит очень дорого и на детей какие-то безумные очереди И заканчивая тем, что потом жизни никакой не дадут, опека будет там постоянно дома пастись Вот, и, ну, в общем, вот это все часто является таким серьезным препятствием Плюс, ну, многие люди, мне, например, часто пишут люди, которые говорят, что мы думали об усыновлении Мы хотели бы усыновить, но вот я, например, не замужем, мне не дадут Я говорю, с чего вы это взяли? Нет такого в законе, дают Или там, у меня нет своей квартиры, мне не дадут Дадут? Почему? Просто, ну, никто не узнает То есть есть какие-то такие стереотипы какие-то, да, которые отпугивают людей Может быть, многие бы из них даже и спокойно бы взяли детей А почему очереди, вот вы упомянули? То есть мало того, что у нас огромное количество детей в детдомах, но на них еще и очереди? Невозможно так просто? Посмотрите, да, тут такая двоякая ситуация С одной стороны, у нас действительно сейчас 45 тысяч официальных детей-сирот в стране Которые прямо вот в банке данных официально фигурируют А всего 71 тысяча, то есть еще 26 тысяч – это такая неучтенка, да Которые на временном размещении, но многие из них там тоже живут годами И в то же время есть очередь на детей Но здесь надо понимать, что сейчас больше 80% детей, которые в детских домах Это дети 10+, то есть это, ну, подростки И их не очень-то все жаждут брать А очереди, которые стоят, они стоят на детей-младенцев, да Здоровеньких девочек с голубыми глазами, с белыми волосами Вот профессора и балерины И вот на них есть очередь, да Но таких детей мало Соответственно, многие люди, если хотят и взять, то взять здоровенького, хорошего младенечка А взять там ребеночка 10 или уж, не дай бог, 15 лет, да Обычно мало кто на это решается Это как раз история Жени, да, Жень? Расскажите, пожалуйста Я совершенно никак на это не решалась Да, у меня двое подростков, девочек приемных Недавно появившихся в моей жизни Я не могу сказать, что на это как-то специально решалось Я бы на это, наверное, не решилась Никогда, ну или не скоро Просто, ну, случилась некая экстренная ситуация В которой либо дети Ну, я их знала, это детей и раньше Они были в приемной семье Там случилась беда в этой приемной семье В общем, либо они отправлялись в детский дом Либо они отправлялись ко мне Это такой выбор, который не выбор Ну, ну как? Ну, так не может быть Ну, потому что в обоих случаях было понятно Что если их сейчас опять запихнут в систему И начнут искать им новые семьи И даже если вдруг найдут На этом, в общем, их жизнь может и закончиться Потому что они уже навидались там такого Что опять обрушить их мир Который у них только-только-только начал создаваться Опять засунуть их в приют И вот это все по-новой То есть в каком виде они бы в это по-новой оказались Уже страшно думать Поэтому как-то вот они так оказались у меня Сначала думали, что это будет временно И ненадолго Потом оказалось, что это невременно и ненадолго Вот Но вы опекунша, да? Я так понимаю Я опекунша, да Я их не удочеряла И не буду удочерять Потому что в нашем случае В этом нет никакого смысла Они достаточно взрослые То есть это уже не идет речь о том, что Им нужно обязательно зачем-то поменять фамилию Но захотят сами У одной уже паспорта И захотят, то меняют Если я их сейчас буду удочерять То, по крайней мере, у одной из них Есть реальный шанс получить потом жилье А на этого шанса лишиться Всякие льготы и так далее Ну, просто в этом Это совершенно никак не влияет На мое к ним отношение И их отношение ко мне Ну, тем более, что они не зовут меня мамой Не зовут мамой В общем, другого человека Взрывать им мозг, что у них теперь две мамы Ну, две мамы не бывает Ну, бывают две мамы в однополой семье Но это не наш случай А вот этот статус опекун Он действует до совершеннолетия? Простите, я, наверное, задаю Идиотские вопросы Но очень часто люди действительно Не знают таких же элементарных вещей Статус опекун действует до совершеннолетия Вот про это, наверное, лучше расскажет Света Там про юридические все подробности Ну, опять же Статус опекун действует до совершеннолетия Ну, примерно в той же мере В которой у нас там много чего Просто у самодельных детей Действуется до совершеннолетия Когда ребенку 18 исполняется Его родитель перестает быть Его официальным представителем Перед всеми Перед государством там и так далее Если ребенок в 18 лет И один день пошел и украл Что-нибудь из магазина То проблемы уже будут только у него А не у него и родителя Не важно, это опекун или кровный родитель Или это профессор и балерина Те самые Не-не, но тут на самом деле У нас уголовная ответственность Раньше наступает, чем в 18 лет В России Она, безусловно, наступает раньше Но если он в 14 лет пошел и что-нибудь там украл То у родителей все равно тоже будут по этому поводу проблемы Всякие там комиссии будут Несовершеннолетних Родители там будут присутствовать обязательно 18 до свидания И при этом точно так же есть теми Которые в 18 лет дети забывают Как говорили, их родители исчезают навсегда А есть семьи, в которых на всю жизнь сохраняется привязанность Это семья И неважно ему 18, 28 или 51 А вот еще можно вопрос В отношениях разницы нет никакой Разница чисто юридическая В наборе документов В наборе отчетов ответственности Прав на какие-то льготы Вот разница в этом А вот в таком уже взрослом возрасте Подростковом, так скажем Уже спрашивают детей Хотят ли они в эту семью конкретную Чтобы их... Да, конечно Если вот меня Света поправит По-моему, после 10 лет Обязанность Ребенок вообще подписывает согласие О том, что он познакомился, пообщался И не против, чтобы этот человек Был его опекуном И не только дети, которые идут в семью От 10 лет пишут письменное согласие Но и дети, например, которые находятся в семье Которая принимает То есть мой самодельный ребенок Старше 10 лет Он подписывает согласие Что он не против, что вот этот ребенок Придет к нам в семью Да, но мы в Латвии Здесь немножко другое законодательство Хотя оно похоже Но законы в целом другие Я так сравнила, они проще Немножко по... Тоже есть суд Есть сиротский суд Который принимает решение Не как у нас суд общей юрисдикции Но в целом Сами правила и набор требований Немножко проще Чем в России И набор документов, да, сильно проще И набор документов сильно меньше Но что меня, кстати, зацепило взгляд Я начала об этом думать То, что в Латвии, например Невозможно, что называется Выбрать ребенка Да, ты не можешь прийти Посмотреть там А вот хочу беленькую С голубыми глазами Или черненького С синими А тебе По твоим, так скажем Параметрам Как то там Религиозные предпочтения Или там пол хотя бы Да, и возраст Тебе предлагают Вот так и все И ты уже Ну, правда Предлагать могут Данное количество раз У нас тоже есть элемент Этого опека Ты можешь прийти И сказать, что ты хочешь взять Трехлетнюю голубоглазую девочку А заключение тебе выдадут На двух мальчиков В возрасте 10-15 Просто это не очень понятно Кто и по каким критериям И когда выбирают Но в целом В каком-то смысле Так тоже есть Какое тебе выдать заключение Что там будет написано Сколько детей Ну, сколько детей Какого возраста Иногда какого пола Это уже решает По факту По факту У нас все равно существует Вот эта федеральная база данных Это открытая информация Для всех То есть вы сейчас можете Зайти в интернет Набрать Встановите.ру И вам выскочит база Где вот эти 45 тысяч детей То есть фотография Информация коротко О здоровье С группой здоровья Да И область, где он находится То есть по факту Родители у нас часто Именно вот перебирают Да, смотрят Ну как Фотографии смотрят Да, запал на фотографию Дальше уже начинают Выяснять детали То есть нет А вот у меня еще Такого условия Что опека предлагает Вот такого посмотрите Да, то есть Идут под запросы у нас У меня вот такой вопрос Я посмотрела статистику И выяснила Что Латвия Латвия очень маленькая страна И там Ну, дай бог Миллион реальных жителей Граждан больше А реальных жителей Около миллиона И на этот миллион Больше Тысячи двухсот Детей в реестре Да, я думаю Там еще есть Такие же Как вот у нас Между 45 тысячами И семьёй Стипятью тысячами Вот эти так называемые Неучтенки Да, у которых Там где Сохранились Родительские права Детей в базе Да, если мы будем Говорить, что Десять лет назад Вообще было Сто двадцать тысяч И больше Да, это у Сёнки Что произошло? Как повернулось Сознание населения? Почему люди пошли Усыновлять детей? И что нам здесь Сделать, чтобы Эту ситуацию повернуть? Для нас Мне кажется Очень важно Ну, на самом деле Я думаю, что здесь Было Было несколько направлений Действия Да, у нас В России То есть первое, что сделали Это Начали Государственную программу Поддержки Усыновления То есть очень много было В своё время рекламы Я даже сейчас вспоминаю Как 10 лет назад Телевизор Постоянно крутил Вот это Приёмный ребёнок Может стать родным Тра-та-та Вот это вот Там идёт семья Идёт мальчик Такой тёмненький Они его выбрали Чернокожего Значит Который вот бежит И там обнимается с ними Потом Был 2012 год Когда было принятие Закона Димы Яковлева И это Нужно было То есть Общество Очень негативно Отреагировало На этот закон Извините Я дополню Потому что Чтобы наши слушатели Понимали О чём идёт речь Закон Димы Яковлева Который называется В народе Закон подлецов Это закон О запрете усыновления Иностранных Рядом стран Иностранного усыновления В первую очередь Гражданами США Российских детей Получилось так Что часть родителей Которые уже выбрали детей У которых прошли Прошла практически Вся процедура усыновления В итоге Не смогли Этих детей забрать Да К сожалению И кто-то из этих детей Даже Кто-то уже и погиб Здесь Потому что Это были в основном Больные дети Потому что Всё-таки В основном Иностранцы Усыновляли Больных детей Да Но как раз Вот в этот момент Государству Ему нужно было Что-то противопоставить Этому негативному Отношению Общества И они пошли На Ну Беспрецедентные Такие меры То есть Они Увеличили Материальную Поддержку Людей Которые Принимают Детей В семье Они Устроили Огромную рекламную Компанию Такую Очень серьезную И фактически Это сдвинулось Такой С мертвой точки Люди начали принимать Детей в семьи Довольно быстро Смели всех Грудничков Всех здоровеньких Детей Да Потом начали Выбирать детей Постарше То есть Там 5 лет назад Я могу сказать Что если 10 лет назад Ну Считалось Что если ты хочешь Маленького ребенка То это обычно До года Да Грудничка 5 лет назад Это было до 5 лет Сейчас я могу сказать Что когда Говоришь с кандидатами В приемные родители Они говорят Что мы хотим маленького Ну это там 5-7 лет Это считается уже маленьким 10 лет назад О таком нельзя было Даже и думать Да Что такое будет отношение И Например сейчас Я могу сказать Что 10 лет назад Например Детей ВИЧ Жительных А это частая история Потому что Очень многие наркоманы Наркоманки Оставляют своих детей Да Не забирают 10 лет назад Таких детей Было много Их не брали Сейчас Их расхватывают Если у ребенка Есть ВИЧ Плюс То считается Что нормальный Здоровый ребенок Надо брать Ну вот А в самом обществе Изменилось Отношение Хотя в ней И есть свои перекосы Ну уважение К семьям Которые принимают Редактор Вот Это недоверие Общества К приемным детям К семьям Ну вот в Америке Почетно Быть усыновителем Очень гордо Ребенку Когда он говорит Что он усыновленный В школе Вот у Жени Давайте спросим Да Давайте Жень Да Ну понимаете Про общество Сказать довольно сложно Потому что мы Света Наверное меньше Я больше В таком Своем Каком-то пузыре Находимся Я не вижу Там все общество И если я глубоко В провинцию То я все равно Вижу театр Вокруг себя Я практически Вот я уже Сейчас практически Не сталкивалась Вот с этими Ой ужас Вырастет Убьет Зарежет Наоборот Все говорят Боже мой Во-первых У огромного количества Моих друзей Уже есть приемные дети Вообще у многих Есть приемные дети Это уже не какая-то Уникальная Эксклюзивная ситуация А вот у племянницы Маминой подруги Из бабушкиной работы Сестра Взяла девочку Ходила с подушкой На животе Ну в этом нет Какого-то секрета А когда нет секрета Нет страха Ну они есть Все равно они есть Но они гораздо меньше То есть даже Школа С которой я сейчас воюю Они понимают Что такое приемный ребенок Они слышали слово Адаптация Если с ними так Разговариваешь Вот этим языком Моя обязанность Как опекуна Поддерживать Правильный этап Адаптации Отношений Со значением Взрослым Вот я прям Вот так с ними Разговариваю Как у меня В учебнике Они спевают Говорят Ага Ну да Ну да Мы понимаем Надо дать время И все Мне кажется Ну судя по тому Как Я в моем детстве Слышала об этом Как говорили Еще вот Советское Усеновление Был какой-то ужас Скрывался Все страшно боялись Но была еще Уголовная ответственность За разглашение Тайной усыновления Но она и сейчас есть Ну это другая же Наверное Все-таки ответственность Сейчас существует Тайна усыновления И тоже есть Ответственность За разглашение Вот это хорошо Или плохо На мой взгляд Плохо Я тоже так считаю Я считаю Что не должно Тайна усыновления Это вообще В принципе Просто плохо То есть это плохо Потому что Вот существует Это самое Тайна усыновления И все эти страшные Советские истории Наших бабушек И там мам А вот взяли девочку Скрывали Она вообще не знала А потом выросла Всех зарезала Это в частности Ну или там Пошла по кривой дорожке Или мы так ее любили И говорили Ну ты же не будешь Как твоя вот эта ужасная мать Ну Если человеку так говорить Всю жизнь Он с большей вероятностью Вырастет и пойдет По кривой дорожке Он найдет Где-то документы Все равно Как их не прячь Он выяснит Что он 14 лет Что он не родной А у него и так Подозрение Что Ну в этом возрасте Что наверное Меня где-нибудь На помойке нашли Ну иначе Почему мои родители Так меня ненавидят И так все плохо Девочки Можно мы прервемся Буквально на минуту Не переключайтесь пожалуйста Продолжим через минуту Микс Ньюз Радио Болтком В эфире Лена Лукьянова Кюля Писпанин У нас сегодня Экспертами На очень важную тему Сыновления Опекунства Светлана Строганова Руководитель программы Семья Благотворительного фонда Арифметика добра Приемная мама Женя Беркович Режиссерка И опекунша Очень хочется продолжить С прерванной точки Жень То есть получается Что буквально Вот уже практически Исчезает Да Вот этот очень основной Мотив Линия В Как сценариях Да В мелодрамах О том что Ах Приемный ребенок Узнал что он приемный И вот тут развернулся И пошел по кривой дорожке И всех замочил Я очень надеюсь Что она исчезает Я думаю Что она не может Не исчезнуть Просто с развитием То самого Информационного общества Потому что Ну сейчас Настолько сложно Не то что Такие серьезные вещи Скрыть И всех обмануть А вообще Хоть что-нибудь скрыть Потому что Ну можно Походить с подушкой На животе Можно переехать В другой город Ну все равно Это Но зачем И слава богу Да Ну в смысле Что и слава богу Что этого не будет Потому что Ну про это много Очень сказано И написано Это прежде всего Ужасная Чудовищная Несправедливость По отношению к ребенку Любой человек Имеет право знать Где он родился У кого он родился Кто были его бабушки Девушки Если это возможно Выяснить Знать свои корни Знать свое настоящее имя Если Если оно менялось И он все равно узнает И в момент Когда он узнает Не будучи к этому Подготовленным Все равно Какая-нибудь баба Нина Во дворе скажет Ну понятно Там что с тебя Или пожалеет наоборот Бедный ты сиротка В смысле я сиротка А ты что Не знаешь что ли Вот в этот момент У тебя Просто твой мир Рушится полностью А за ним ничего нет Потому что Тех кого ты считал своими Они вроде как Уже не свои А кто свои Ты не знаешь И сейчас ты уже Не можешь узнать Потому что все Уничтожили Сожгли Подчистили И вот ты висишь В этой пустоте Бесконечной У меня вот Меня мучил все время Один такой Ну достаточно серьезный вопрос Продолжает на самом деле Мучить Честно признаюсь Я очень много лет Я тоже думаю Об усыновлении И достаточно взрослого ребенка У меня есть двое Две девочки Одна из них сейчас В пубертатном периоде В жесточайшем Совершенно Вот Иногда хочется честно Прибить своего ребенка И мне кажется Я не одна такая мама Которая хочет иногда Просто сказать Боже, горит И все синим пламенем Не прибить, а стукнуть Нет, вот не стукнуть Хочется, Лен Прибить Это разные вещи Вот Не до смерти, естественно Вот И естественно Я все время думаю Окей Но это если со своим Хочется иногда Просто там Ладно, доводят до белого коленя Ты лезешь на стенку И так далее То Когда это приемный ребенок То как? Ну то есть Вот С ним же нельзя так, наверное? Или как? Почему с ним нельзя? Здесь как раз я могу Меня часто спрашивают Наверное Ну Я может быть даже больше Могу здесь сказать Потому что у меня есть И самодельные, и приемные И меня часто спрашивают Ну а как Разница твоя в отношении К своим И не к своим И На что я говорю Что они у меня все свои Все мои И здесь тот самый как раз случай Когда да Приемный ребенок Становится своим И именно потому что У меня Ну то есть Если я хочу Там прибить Да То я с такой же Вероятностью Хочу прибить И самодельного И приемного Это просто Есть некие правила Дома Которые они там Нарушают Из-за этого Я их там прибиваю Или не прибиваю И Это нормальная история Почему с ним так нельзя Если я ругаю Там Свою Лишаю карманных денег То я точно так же Могу это сделать И с Таким же своим Именно приемным Ребенком Это нормально Другое дело Что многие родители Боятся И это один из Тоже Главных страхов Не полюбить Когда я общаюсь С кандидатами Которые хотят Детей Один из самых Больших страхов А если я не полюблю Его Я про это и говорю Если я не смогу Полюбить его Как это не полюбить И тогда Собственно говоря Я обычно Чаще всего отвечаю Что не надо Любить То есть любовь Это Ну как Странно было бы Встать и к незнакомому Ребенку Вдруг воспылать Какими-то чувствами Вот есть ребенок И вдруг я Ой я его люблю С чего это Вдруг я его начинаю любить Я не должна его любить Я своего люблю Потому что он у меня Ну я имею ввиду Кровного самодельного Он у меня в животе Там какое-то время Живет Да Я его рожаю От мужчины Скорее всего Которого я люблю Ну чаще всего Но в любом случае Это часть меня Это такая же уже Часть меня И вот я его люблю Потому что Ну вот он появляется И я с ним Весь этот Прохожу А тут Незнакомый По сути ребенок И я для него Незнакомый человек Чего ради Он меня должен Вдруг любить И я его Любовь это Результат Каких-то действий Которые я выполняю Если я говорю Что окей Я не буду ждать От себя любви Я не буду ждать Что сейчас Во мне проснутся Какие-то дикие чувства Что там бабы В животе Я начну выполнять Действия По отношению К этому ребенку Которые я должна делать Мыть Стирать трусы Готовить Следить за уроками Вовремя класть спать Целовать на ночь Говорить Что ты молодец Все у тебя получится И когда я начну Делать эти действия То как раз Результатом Этих действий Часто длительным Будет та самая любовь А ребенок должен что-то Со всеми детьми Было по-разному Например Своего младшего сына Я полюбила Ну вот именно Испытала вот это ощущение Я его люблю Прям не могу Через год После того Как он у меня появился То есть сначала Я к нему относилась ровно Ну был симпатичный парнишка Все замечательно Ну то есть нормальный Хороший Ну вот такие сильные чувства У меня к нему пришли Только через год Сейчас я его обожаю Прям вот до дрожи А ребенок должен что-то Вот в семье Ничего не должен он Здрасте пожалуйста Он ничего не должен Здесь как раз тоже Такое подлодание Многие родители берут И думают Вот он Ну и общество думает Он же должен быть благодарен С чего ради Нет Это не благодарность Я вот про что-то Он попадает в семью Определенную семью С определенными законами Правила Да Есть дома некие правила Которые он должен соблюдать Правила семьи То есть он приходит в дом И здесь есть определенные правила По которым мы все живем И значит да Если у нас каждый убирает За собой постель Значит у нас каждый убирает В том числе и он за собой постель Если у нас Ну допустим Есть домработница Которая это все делает То значит никто не убирает Ну то есть Вот так Если каждый моет за собой Тарелку свою То каждый за собой свою Если есть график дежурств Там сегодня ты Завтра я После завтра кто-то Значит он также Встраивается в этот график Да он должен соблюдать Правила Женя А у вас как в семье? У нас в семье Точно так же Точно так же Нет Никто никому Ничего не должен В каком-то глобальном Эмоциональном смысле Но погулять с собакой Вынести мусор Должен Всегда можно договориться Если ты котик И полчаса сидишь Считаешь книжку А пикунша размикает Превращается в розовый кисель И говорит Ладно котик Я посуду помою за тебя сама Они довольно быстро А они уже научились Этим пользоваться? Немножко Потому что дети же Они же манипуляторы вечно Они же моментально схватывают Да Но просто надо чтобы Моя задача Они все равно манипуляторы Я манипулятор Моя задача была Чтобы они манипулировали Чем-нибудь конструктивным Просто Если орать Швыряться предметами И так далее То завтра придется Помыть в два раза больше посуды А если сидеть с книжкой И изображать Кроткого котика Так глядишь И вообще не придется Мыть посуду Я скажу Зайтик Давайте чаю принесу Еще к кровати Хотя помнить и есть Нельзя Нельзя Но если очень интересная книжка Ну прям вот очень Не оторваться хорошо Вот тебе бутерброд Пожалуйста И посуда помой сама Ну вот Я сижу Я прям млею Слушайте девочки Вот мы на самом деле Сейчас Я вам честно скажу Вы не млели И вам честно скажу Первый случай Пока бывает чаще Чем второй Сегодня у нас В нашей беседе Должна была принимать Участие Еще директор детского дома Местного Латышского В Каугуре Он находится И мы совершенно случайно Узнали О том Что там Вернее не что там происходит А то что там Почти ничего не происходит То есть я помню Например Женя Ваш пост Я не помню Года два Может или три назад Очень такой Ясный Я бы даже сказала О том что хватит Заваливать детей В детских домах Мягкими игрушками Да был такой Что-то такое Это очень важный пост Я сама Как человек Занимавшийся Пока жила в России Благотворительностью Много лет Я абсолютно С этим согласна И здесь Когда я Познакомилась С очень хорошими Девочками Которые Занимались Такой Неструктурной Помощью Местным детским домам Это тоже было Вот это вот А давайте сделаем пиццу А давайте всех привезем В рижский ресторан И вот пусть они делают пиццу А мы будем фотографировать И умиляться И хочется закричать уже Да черт побери Пиццу можно и У себя в детском доме сделать Давайте их научим Работать на компьютере Там да Я не знаю Дадим профессию И так далее Ну потом выяснилось Что там просто Не хватает одежды и обуви Там например Есть парень Подросток У которого 47 размер ботинок И этих ботинок нету В общем В должном количестве Которые ему необходимы И мы сейчас так Причем это вот те русские Которые приехали в Латвию И мы сейчас вот уже Разведя руками Второй месяц Перебираем свои вещи Вместо того Чтобы отнести их куда-то В пункт приема Мы сейчас отбираем И предлагаем Детскому дому Так же как Новогодние гирлянды Так же как В том числе игрушки Нет Это как раз Да вот это Об этом я и хотела поговорить Жень И Жене и Света И про игрушки Тоже в том числе Но самое ужасное Что мы увидели Что туда почти никто Ничего не приносит То есть Как узнавать Ну во-первых Скажите Как это в России происходит Да Ну то есть Я-то знаю Но слушатели не знают Как узнавать Какую помощь Можно оказать Ну если ты пока еще Не можешь оказать Глобальную помощь И усыновить этого ребенка Здесь собственно говоря Есть фонды Которые системно работают С различными детскими домами Я могу сказать Что недостатка В игрушках В детских домах В крупных городах Нет В маленькие Далекие Далекие Городочки Мало кто доезжает Но это и добрых людей Особенно там Ну я не знаю Если он находится В глубокой Какой-то деревне В Красноярском крае Туда и мало кто и добирается Они своими силами Это все решают Какие-то игрушки Но туда и наши Московские Вот эти добрые люди Не доберутся Которые возят И айфоны И айпады И компьютеры Вообще Мы всегда Советуем Ну если человек Хочет потратить деньги Например Вот прям Деньги на помощь Детям-сиротам То лучше помогать Конечно же Фондам Которые системно Работают с детскими домами И ищут детям семьи Да Потом можно Есть история С наставничеством То есть человек Может стать наставником Какого-то ребенка Это подразумевает Что он с ним общается И может быть Там раз в месяц Или раз в две недели Он его забирает На один день Там домой И они что-то делают Не развлекаются Потому что Это в детских домах Как правило Ну вот Один дядька У нас там Учил чистить картошку Парня И там носки Свои стирать Вот Есть История С Виртуальным Профессиональным Наставничеством То есть Есть программа Например У нас Арифметика Упеха Которая Подразумевает Что если Человек работает В какой-то специальности А есть дети Которых интересует Эта специальность То человек становится Его Ну так В профориентации Ему помогает Он рассказывает Куда можно пойти учиться Что из себя Эта работа представляет Где потом искать работу Сколько примерно Человек зарабатывает То есть он общается С таким Ребенком Который конкретно Вот есть запрос Ну например Сейчас там у нас Люди хотят Дети вернее Это 91 детский дом В 31 регионе России Вот у нас например Есть Да Там дети хотят Узнать про работу Капитана дальнего плавания Про Веб-дизайнера Про актер Хирург Кинолог Самые разные Самые разные Профессии детям Интересны То есть можно Вот так помогать Ну и соответственно Если мы все же Говорим О поездках В детский дом И о волонтерстве То это должна быть История постоянная Не так разово Набежали Незнакомым детям Показали Как делать пиццу Они это забудут Сразу Ну вот у них Не сохранится В памяти Там на 3-4 года Да Ну вот они выйдут В 18 лет У них там Даже если будет Своя квартира Ну как они вспомнят Что вот 4 года назад Нам приезжал мастер-класс И нас учили готовить пиццу Они не знают даже Где эту сковородку-то взять Да И как эту муку делать И вот это все Никогда Ну это бесполезные Какие-то штуки Поэтому если уже Мы говорим О таком волонтерстве Да Что вот мы ездим То тогда уже надо ездить постоянно Вот мы взяли там 5 девочек И вот мы учим их шить Да Вот мы приезжаем там Раз в неделю Или раз в 2 недели И вот мы учим их шить Вот Ну а если потребности Там по одежде и обуви Например Как вы говорите Да В вашем детском доме То это налаживание связей С детским домом И конкретно уже узнавать У какого ребенка Какие нужды Ну опять же Тоже делая поправку Дети конечно же Все больше и больше Здесь очень важно Дети начнут просить Одному нужен будет айпэд Второму телефон Третий попросит денег Положить ему там На карточку Еще что-то То есть здесь очень важно Тоже выдерживать некие границы И не идти Вот на этом поводу Жень А вы как выдерживаете Такие границы Понятно что детям Хочется сразу все дать Вот я помню Что когда я работала На трех работах Ребенок сидел С утра до ночи с няней А я прибегала Только поспать на 4 часа Мне было страшно стыдно Перед Соворожденным Что называется Ребенком Я конечно же там просто Закидывала подарками Ну конечно Естественно Наверное Когда ты берешь Уже таких взрослых девочек Ну мальчиков В семью Хочется им Сделать ну что-то Вот побольше 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 Какой-то радости Что скорее всего Развращает Как например там Развращаются И своих детей Как вы Избегаете этого У меня была Другая проблема Немножко с вещами Как-то проблем нет Я сама к ним отношусь В общем довольно равнодушно И Дети пока Мои конкретные дети Они не очень этим Развращены Они Страшно радуются За 200 рублей К купленному Какой-нибудь фигне Ну я им не Ну то есть у них сейчас Есть очень маленькие Карманные деньги Мы не сразу к ним пришли Есть всякие разные станции По этому поводу Меня скорее колбасили Мне невероятно Хотелось их развлекать Брать их с тобой На все спектакли На все тусовки Вечеринки И такая тоже Я сейчас понимаю Была в этом Ну вот Это мое Это не их развлекать А мое тщеславие Приходите Это мои Вот смотрите Вот такие все такие Боже ты такая великая Ты такая героиня Потом я поняла Что их просто Расколбашивает От этого страшно В неделю Все равно Ничего не впихивается У одной сейчас Четыре репетитора У другой четыре репетитора Между этим Мне надо как-то Успевать работать Поэтому вечный праздник Закончился довольно быстро Просто скорее по моим обстоятельствам Но сначала да Очень хочется их Везде таскать Кормить в ресторанах Но я быстро поняла Что не надо Кормить их в ресторанах Надо кормить их дома Котлетой Иногда разогретой Котлетой У меня уровень Пофигизма Растет С каждым днем Пельмени Весь день Вы же любите пельмени Очень Очень хорошо Вот тебе кастрюля Вот тебе пельмени Заодно научишься Варить пельмени Вот это важно Я бы тоже хотела Чтобы моя тоже Научилась варить пельмени Ой, мой научился Семь лет О Хорошо Нет, они уже умеют Ни один ребенок Не умер с голоду При полном холодильнике Как известно Раз в неделю Приходит моя святая подружка Учит их готовить Какие-то более сложные вещи Но это не один раз пиццу А это каждую неделю Она приходит Они ходят в магазин Со списком И так далее Вот это все пожалуйста Ну они Восемь более-менее Понимают Что деньги не растут На кустах К счастью А в школе Как им удалось Адаптироваться Новая же школа Новое состояние Новая семья Дети Как вам удалось Адаптироваться В школе Ну в школе У нас нормально У нас Ну как Я изначально была готова К тому Что будут двойки Она боялась Она говорила Что ну Я же буду плохо учиться У меня будут двойки Я говорю У тебя будут двойки У тебя просто Обязаны быть двойки И собственно Я бы удивилась Если бы ты пришла И у тебя были пятерки С чего вдруг И были двойки И нормально Меня вызывают сейчас Учителя иногда Говорят Ну вас не волнует Что у нее Ну то есть как-то Вы наверное переживаете Что у нее с математикой плохо А я сижу и не знаю Ну как им сказать Что мне вообще-то наплевать Что у нее с математикой плохо Ну Потому что она не математик Ну и ладно Мне важнее было Конечно же Ну вот Что она Ну да Чтобы она адаптировалась Нормальной семье Ну дети не болят За то что Ну вот Мы же знаем Что это есть Буллинг страшный У нас нет Ну просто у нее Вот Полина Если я говорю про Полину Она пришла в 14 лет Ей было в 14 лет Когда она пришла в семью Нет Ее нет Но я знаю Что в классе моего сына Который самодельный Одного парня Удевались над ним В детдом С кем обзывали Женя А у вас В моем А у меня У старшей все в порядке А младшая сама В тех буллет К сожалению Вот это меня тревожит Гораздо больше По этому поводу Бесконечные Споры Ссоры Крики Вопли Чтение Нашей советской Литературы На которой мы выросли На тему Слабых обижать нельзя Ла-ля-ля Но меня В этом случае Пугает поведение Школы гораздо больше Чем поведение Ребенка Ребенок ведет Все так Как она должна Себя вести Она в 12 лет Решалась у проблемы Ором и кулаками У нее другого способа Не было Но она решает Пока их Ором и кулаками Очень старается Не всегда получается На меня вызывают Школу И говорят Если вы не примете Меры Евгения Борисовна Мы будем вынуждены Сообщить В органы опеки И в комиссию По делам несовершеннолетних Ну я говорю Ну сообщайте У меня нет Волшебной кнопки Для того чтобы Адаптация прошла За два дня Нету Если вы считаете Что поможет Вы ее наказываете Конечно Это очень поможет Сейчас укрепить Доверие К миру К вам К мне Вообще школа Это больной вопрос В том смысле Что когда мы Рассматриваем Ну есть же Такое понятие Как вторичный возврат Да Вторичное сиротство Это когда приемная семья Взяв ребенка Его через какое-то время Возвращает в детский дом Ну отбросим ту половину Которая родственные возвраты То есть это когда бабушка Ну там получается что-то с родителями Бабушка остается опекуном Ребенок маленький Он становится подростком Начинает его колбасить И бабушка не справляясь Его сдает в детский дом На вторая половина Там это обычные приемные родители Которые осознанно пошли И взяли ребенка Выбрали его И через какое-то время Его возвращают И довольно большая Часть этих детей Они возвращаются По причине Невозможности Наладить нормальные Взаимоотношения С учебой Со школой То есть в школе Когда ребенок Начинает плохо учиться И плохо себя вести Или прогуливать Они естественно Начинают давить на родителей Поговорите с ним То есть они Учителя искренне верят Что родители Ну до этого До сего момента С ребенком не говорили И надо просто сказать Ты давай учись Как-нибудь хорошо И ребенок такой Ой да Что же вы раньше не сказали Да Вот если бы вы мне сказали Вот наконец-то Мне хоть кто-нибудь Да Наконец-то и сказал Учись хорошо Естественно Родители говорят Ну окей Мы скажем Но понятно Что это не работает Да Нужен долгий период адаптации В школе этого не понимают Школа начинает сообщать В опеку Опека Соответственно Ну тоже начинает Давить на родителей Что-нибудь сделайте Отругайте Накажите А ребенка Который только-только Пришел из детского дома И который уже подвергался Там так или иначе Какому-то насилию Ну как минимум Психологическому Да Бывают и очень тяжелые Там случаи Ну собственно Вот чем его здесь напугаешь Он уже потерял все Он потерял самых близких Людей родителей Чем его пугать Что мы у него отберем Вкусняшку С чего Вдруг он напуганный И попавший В какую-то новую Для себя жизнь Вдруг он воспылает Любовью Там к математике Хотя никто его Никогда к этому Не приучал И он видит С той стороны К себе отношение Такое Что ты нехороший Ты плохой Ты плохо учишься Ты прогуливаешь Мы сейчас тебя накажем Мы сейчас напугаем Мы заберем тебя В детский дом Ну то есть для ребенка Создаются И для семьи Создаются такие условия Где вот это пережить Ну невозможно И он начинает Еще хуже себя вести И семья в итоге Не справляется Потому что она еще И не получает помощи Ни от опеки Ни от школы Там подключается Комиссия по делам Несовершеннолетних И вот это пошло Поехало И в результате Сейчас К сожалению Ну вот в Москве И может быть В каких-то Нескольких Крупных городах Хотя бы есть НКО Которые включаются В помощь Приемным семьям Потому что Ну для общества История Приема ребенка В семью Она заканчивается Моментом Когда вот приходят Родители Забирают ребеночка И все И такой хэппи-энд А для семьи Только все начинается Это как в сказке Да со свадьбой То есть они поженились Все хорошо А на самом деле Все сложности Они-то только начались Да когда Люди поженились И к сожалению Со школой Это очень больной вопрос Учителя не хотят Ничего изучать Ну многие Большинство учителей Большинство директоров Не хотят слушать Ни про приемных детей Ни читать какую-то литературу Ни боже упаси Даже проходить Какие-то курсы Повышения квалификации Хотя это отдельная И очень большая история Адаптация ребенка В школе Это к сожалению Причина многих Вас брать К сожалению Прервать на самом Интересном месте Что говорит о том Что нам обязательно Нужно будет еще встретиться И я надеюсь Что у нас уже присоединятся И с латвийской стороны Эксперты Люди занимающиеся Этой серьезной проблемой И очень важным Делом Установлением Спасибо вам большое Что были сегодня с нами Женя Беркович Светлана Строганова Вы прекрасны Наши собеседницы Сегодня Лена Лукьянов Калип Испанин Всем хороших выходных Ведите себя плохо Ведите себя Ведите себя Ведите себя